Копейки носим домой. И пассажирный поток очень маленький сейчас стал. Машин очень много, конкуренция большая. Частным перевозчикам не хватает денег. Водители маршрутов написали заявление в мэрию с просьбой рассмотреть возможность повышения цен. Своё решение объясняют просто. Всё дорожает. Касается это топлива, расходных материалов и со следующего года техники. То есть это тахограф, который единовременно нужно будет потратить 43 тысячи рублей. Эра ГЛОНАСС, которая около 30 тысяч рублей. Онлайн-касса, которая тоже около 25-30 тысяч. И валидатор 25 тысяч рублей. Рентабельность работы на маршруте понизлилась. Поэтому водители уходят с этой работы, уходят на вахты. В нашей организации на данный момент 50 автобусов отсутствует. То есть с начала года 50 ушли? Да, с начала года 50 ушли автобусов. И новых мы не видим, что кто-то к нам придёт. Последний раз цены на проезд поднимали три года назад. Тогда перевозчики обоснованным тарифом называли цифру в 80 рублей. Сейчас в два раза меньше 41 рубль против сегодняшних 20. Опять поднять? Кошмар какой, а? Я думаю, что, смотрите, бензин дорожает, всё-таки, как бы, евро, доллар, тоже вот это. Я думаю, это адекватно. Сколько готовы платить? Сейчас вот 20, вы сколько готовы платить за поездку? Ну, даже не знаю, сейчас не знаю. Ну, 41 готовы платить рубль? 41? Нет. По городу. Сколько готовы? Ну, скажем, рублей 25. 25 оптимал будет, да? Да, да, да. Не надо, чтобы поднималась цена. Ни на сколько? Ни на сколько. Ну, вот говорят, что всё дорожает, и вот они тратят больше. Ну, а почему деньги не дорожают? Почему пенсию не добавляют? Как ездить-то потом, на что? Но 25 хотя бы рублей согласны выплатить или нет? Или всё же против категорически? Против. Я против. Спасибо. В частных автобусах в городе 1400, в то время как численность муниципального парка не идёт ни в какие сравнения. 50 машин. На них гарантированно цены за билет не изменятся. Но и в случае повышения стоимости проезда вряд ли эти полсотни автобусов спасут ситуацию. В заявке у них тариф стоит 41 рубль. Но я не думаю, что будет подобный тариф установлен. Понятное дело. Из спальных автобусов 50 единиц. Там тоже у нас происходит списание, потому что износ подвижного состава стопроцентный. Последние автобусы приобретались более 10 лет назад. В этой части мы тоже подаём заявки, чтобы получить субсидию федеральную. Вопросы по повышению проезда городских маршрутов решают депутаты горсовета. Но дело это долгое. Согласование порой проходит несколько месяцев. Выходит, в этом году изменений пока не будет. Ну а тем временем сами частники настроены решительно. По их мнению, оптимальная сумма 25 рублей. Юлия Пермякова, Сергей Удовиченко. Новости дня.